Сегодня же Борис Титов познакомился с работой центрального рынка. Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей интересовался ценами, качеством продуктов и условиями работы продавцов. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Визит Бориса Титова на центральный рынок для большинства продавцов стал неожиданным. Несмотря на солидную делегацию сопровождающих, никто не мог предположить, какой именно палатке подойдет омбудсмен. Первым делом уполномоченный по защите прав предпринимателей поинтересовался происхождением семян. Проверил бизнес омбудсмен и не попадает ли на прилавки одежда из Китая. Спросом, говорят продавцы, пользуются товары местных производителей. То есть конкурентоспособны российские товары? Ну и качество хорошее, если по обычным вещам, они, конечно, хорошие российские. А вот продавцы рыбного отдела жалуются на конкуренцию с федеральными торговыми сетями. Магазины подкрывали везде, маступали в вещи. А в магазинах прямо полно народу? Наверное. Наверное. Охотно покупатели приобретают местную рыбу. Правда, на прилавках ее пока не встретишь. До 10 июня в республике действует запрет на рыбалку. Вы с вами после 10-го приходите. После 10-го? Да. Мы вам с ума отрежем нашлики. Вообще, говорит Борис Титов, посетить местный рынок он решил не случайно. Рынок – это всегда показать состояние экономики. Во-первых, сами торговцы, они всегда рыночники, они всегда реальные рыночники. То есть они вот чувствуют этот пульс экономики, они сразу чувствуют. Но они знают прекрасно и курс рубля, и цену на нет. Все знают лучше всех. И, конечно, они первые чувствуют экономику. Омбудсмен резюмирует, что предприниматели, открывающие прилавки на рынке, должны сделать ставку на местные продукты. Только так возможно конкурировать с крупными торговыми сетями. Рынок пока никак не может определиться со своей номенклатурой. Это, конечно, тоже проблема, но мне бы очень хотелось, чтобы все рынки сохранялись. Это очень хорошая, очень такая культурная даже вещь для страны. Рынок – это всегда такая живая энергия. Для рынков, считает Борис Титов, необходимо ввести налоговые льготы. Эту задачу будут решать в Госдуме. Андрей Ковалев, Ресель Мухаммедов, Республика.